Краски как ноты, кисть как музыкальный инструмент. Для уральского художника Сергея Профенюка воплощение музыки Битлз на холсте стало главным делом в жизни. Своим идолом он посвятил более тысячи картин. Сам Пол Маккартни спрашивал у художника разрешения включить его картины в монографию о Битлз. Сегодняшняя мечта мастера создать в Екатеринбурге рок-галерею на кирпичах. Репортаж Инны Осиповой. Его называют композитором цвета. Он рисует, будто играет на инструменте, в ритме, ритме Битлз. Музыка их связала художника из уральского поселка Малышева Сергея Профенюка и Ливерпульскую четверку. Еще ребенком Сергей услышал запрещенную тогда в Советском Союзе группу и решил положить их музыку на холст. Так Битлы стали музой художника. Он продвигает их творчество, а они его. Я у всех ходил, выпрашивал стены, все расписывал. Заборы, ворота, дома, теплицы и все, что попадало в поле зрения. Постоянно с кистью и с красками. Родной поселок Малышева в те годы был режимным объектом. Здесь добывали изумруды и берил для нужд ракетостроения. Любовь к Битлз в таком месте тогда была вдвойне опасна. Но именно сюда раньше всего доходили дефицитные пластинки Запада. Малышевские специалисты часто ездили в заграничные командировки. Первые выставки картин в стиле Битлз Парфенюк устраивал подпольно. Просто квартирники. Просто приходили в мастерскую и смотрели эти работы. Моих творческих друзей даже и арестовывали за то, что они слушали музыку Битлз. Свои картины художник часто дарит. Лучшим всего точки зрения людям планеты. Известным рок-музыкантам, таким как Чаев, Гребенщиков, Скорупинс, Назарет, актерам, например, Тому Хэнксу и Ренате Литвиновой, главам государств. Одна из картин есть даже в коллекции английской королевы. Самих президентов, кстати, тоже рисуют, равно как и голливудских звезд. Но главная творческая удача считает то, что Пол Маккартни лично попросил у него разрешения включить его картину в альбом, посвященный Битлз. В эту мировую энциклопедию из российских художников попал только малышевский бетломан. Включено было сразу один из репродукций его картин. Парфенюк спит не больше трех-четырех часов в сутки. Все остальное время творит. Это последняя работа. Битлз повсюду. В квартире художника уж точно. Леннон в каждой комнате. Эта стена в центре уральской столицы в Екатеринбурге тоже станет холстом для художника-бетломана. Здесь фанаты Ливерпульской четверки собираются поставить памятник своим кумирам и создать рок-галерею на кирпичах. Что именно будет рисовать художник из Малышева, он и сам пока не знает. Говорит, музыка подскажет, точнее муза. Сами Битлы. Инна Осипова, Артем Пифанов, Наталья Самойлова, Сергей Чижов. НТВ. Свердловская область. Субтитры создавал DimaTorzok